А ватерполистам Спартака на минувшей неделе также пришлось непросто. На старте сезона у краснобелых было много откровенно проходных игр. Но теперь время легких прогулок позади. Первым по-настоящему серьезным соперником волгоградцев стала Астана. Клуб из Казахстана все матчи, даже номинально домашние, проводят на воде соперников. И для Спартака матчи с Астаной официально были выездными. Но краснобелые показали оппоненту, кто в волгоградском бассейне на самом деле хозяин. В первой из двух встреч спартаковцы создали задел уже в начале, поведя в стартовом периоде 4-1. Следующие игровые отрезки прошли в равной борьбе, но краснобелым удалось сохранить дистанцию до 4-8 минутки, а в конце увеличить ее. Итог матча 9-5 в пользу команды Владимира Коробутова. В чемпионате так все команды подровнялись, в принципе усилились. В принципе это хорошо, поинтереснее играть. Да, спасибо команде Казахстана. Дали бой, но хорошо, что мы выиграли, мы рады, довольны. Сейчас пойдут такие ответственные игры тяжелые. Но будем стараться, будем брать очки. На следующий день Астана и Спартак сошлись вновь. И начало получилось достаточно неожиданным. Астанинцы уже на старте повели 2-0, заставив волгоградцев отыгрываться. Но спартаковцы не растерялись и подключили дальнобойные орудия. Два пушечных броска Павла Халтурина, точный выстрел Артема Ашаева и вот уже краснобелые впереди. Лидерами Волжане ушли и на первый перерыв. Табло показывало 6-4. Во втором периоде Спартак заиграл еще увереннее. И дело можно было бы быстро довести до разгрома, если бы не капитан Астанинцев Мурат Шатенов. Седьмой номер казахстанского клуба забивал даже из самых сложных позиций. И позволял своей команде держаться на плаву. Сейчас начали более-менее дисциплинированно играть. В защите отрабатываю свои моменты. Зону плотно. Игра чуть поменялась у нас. Вчера, сегодня играли. Ну, стабильно. Чуть-чуть вратарей у нас подводят, конечно. Но еще молодые опыта наберутся. К концу сезона форму наберем, думаю. Вратарей главный тренер Астаны менял дважды, но это не помогало. Номинальные хозяева пропускали довольно много необязательных мячей. Тем не менее, усилиями в первую очередь Шатенова астанинцы смогли в концовке сократить отставание до двух мячей. Зрители на трибунах занервничали, но за 46 секунд до финальной сирены Халтурин вновь точно пальнул издали. Ну, а точку в игре с пенальти поставил Константин Шейкин. 14-10. Восьмая победа «Спартака» в этом сезоне. Теперь настала пора настоящих выездов. Следующие два тура волгоградцы проведут в гостях. Сначала у подмосковного «Штурма», а затем у казанского «Синтеза». «Синтез» обновился в этом сезоне полностью практически. Как раз проверка боем будет. Конечно, хорошо, что мы так втянулись поначалу, потому что и правила поменялись, и пара ребят ушло у нас. Нужно было как раз сыграться, и эти игры показали, что еще не все гладко у нас. В родном бассейне «Спартак» в следующий раз играет в начале ноября. Первого и второго числа последнего осеннего месяца в Волгограде будет гостить действующий чемпион России – московская «Динамо». Продолжение следует...